Я могу сказать одну удивительную вещь. В 2002 году, это получается уже полтора года как какой-то президент, Схинвали был абсолютно мирным городом. В нем не существовало никаких проблем. В нем действительно на рынке торговали грузинки. По утрам ходили и кричали «Мацони, Мацони!» Я под этот звук просыпался. Спокойно ездил Транскам, все работало. Работал громадный рынок на окраине Транскама. Кто-то его называл криминальным, кто-то каким угодно. Но, как ни странно, даже этот рынок функционировал согласно договоренности. Потому что в договоренностях очень четко было прописано. Четвертый пункт. Ни одна из сторон не имеет права заниматься какой бы то ни было экономической блокадой. Так вот, вы же сами говорите, а Стенный ненавид грузин, по крайней мере, с 1991 года, а в 2002 работал рынок. Повторяю, я хочу вам к этому подойти. И к 2002 году война остыла. Ее не было. И напряжение началось после того, как по приказу, извините, уже нового президента Саакашвили, началось перекрытие Транскама в Тамарашине. Когда сначала был закрыт со стороны горе въезд в Грузию и был закрыт рынок, потом было перекрыто Тамарашине, и Цхинвали первый раз спустя 6 лет войны оказался в блокаде. Я в это время там находился. Я помню шок людей. Когда все начали говорить, неужели это снова повторится. Вот фраза снова повторится, она ключевая для 2002 года. И еще раз говорю, эту фразу произнесена не к тому, что сделал какой-то. Какой-то этого не мог делать, потому что какой-то в этот момент этим не занимался. Какой-то, как ни странно, в этот момент проводил газ. И все-таки газ, он худо-бедно как-то, но довел. С водой там, кстати, сложнее. Когда говорят, что воды не провели, дело в том, что там нет нормальных рядом источников воды, которые можно было бы завести в город именно с точки зрения вот такого большого водовода. То есть те речки, которые там есть, нужны, условно говоря... Не-не, одну секундочку. Дело в том, что когда Остинское правительство сначала говорит, что воды в городе нет, потому что его пили грузины, а потом сообщает во время обстрелов, что грузины затопили водой подвалы, а потом мне показывают фотографии группы Дамбы, которые специально прорвали грузины... Нет, но это очень характерный момент того, что человек не может отремонтировать водопровод, который не отремонтирован с 50-го года, и говорить, что всю воду выпили грузины. Повторюсь, это может даже быть отдельная тема, я с удовольствием поговорю. И о режиме какой-то, или о правительстве какой-то, и о том, что они там делали. Мы говорим о самом страшном, о войне. Теперь я вам объясню, почему какой-то бросил осетин под грузинские танки, почему они оказались безоружными. Вы знаете, госпожа Латыни, есть такая штука под названием догомойские соглашения, то бишь договор, который был заключен в 92-м году, и который, собственно говоря, гарантировал мир в этом анклаве. Вот когда вы пишете примерно 80% того, что вы пишете об армии, о том, что происходило в самом Схинвале, вы допускаете, что раз говорю, кучу грубейших ошибок только потому, что вы во всех своих работах все время забываете об одной простой вещи. О догомойских соглашениях. Они их забывают, я вам какой-то. Потому что скажите, нет, скажите мне, пожалуйста. Стоп, минуту, что значит забыл? Одну секунду. Есть Таймурат Цхавребов, начальник 6-го батальона. Он на свои деньги закупает фаготы накануне войны. Я не хочу что-то хорошее сказать о государстве, в котором частный человек может на свои деньги закупать фаготы. Мы с вами, наверное, не можем. Наверное, это не очень хорошо. Но их у Цхавребова отнимают, а его сына на всякий случай арестовывают. Знаете, за что? За что? Ну, отцовский пистолет в багажнике. Вы знаете Южную Осетию? Я была в Южной Осетии гораздо меньше, чем вы. Да согласитесь, пистолет в багажнике это... Ну, а зубочистки там не нашли? Я пытаюсь объяснить вам в этом случае еще одну вещь. Согласно этих договоров, это такие вещи категорические. В этом случае мы можем действительно спорить очень серьезно. Согласно договоров и всех соглашений, которые были внутри заключены, существует так называемая зона безопасности или демилитаризованная зона, в которой ни одна из сторон не имеет права иметь не то, что тяжелое вооружение, но она не имеет права там иметь вообще вооруженных людей, как таковых, никаких. То есть это примерно 15 километров зона вокруг Цхинвали, из них километров 7-8 в сторону, соответственно, горе и, соответственно... Так нет, ну вы согласитесь, первое, там в Цхинвале все ходили с оружием, просто все, да, то, кто в девочки не ходили, и то девочки. Значит, мало этого, вот у меня простой вопрос. Вы говорите действительно о демилитаризации. Вот врать не буду, я уже эту войну никак не могла приехать в Цхинвале, потому что, ну, со мной было бы, наверное, то же самое, что с Магомедом Явлоевым. А вот село Хитогорово, напротив него село Нули. Вот Юрий Снегирев, который там был, и который абсолютно пророссийский настроенный журналист, мне рассказывает, что они поехали в Хитогорово, собственно, они поехали с людьми, которые обстреливали Нули, то есть грузинское село. Грузинское село обстреливалось, они поехали обратно через Хитогорово, что-то там горело не само Хитогорово, а рядом. Когда какое число, Дмитрий Снегиревич? Шестое, шестое. Когда они приехали обратно, то Баранкевич объявил, что Хитогорово уничтожено, и война началась. А у меня, я, знаете, в полных непонятках, что это за странная ситуация. Люди идут и обстреливают Нули. В ответ обстреливают Хитогорово. Хитогорово только обстреливают, то есть оно не сравнено с землей. А совершенно серьезно заявляют, на нас напали, Хитогорово сравнено с землей. Более того, если вы посмотрите грузинские свидетельства о том, что происходило с Нули, то там говорится о бомбардировке, о тяжелой артиллерии. Вообще, если там, если смотреть грузинские свидетельства, там говорится об обстреле укрепрайона под Нули, не само Нули. Во-вторых, вы допускаете еще одну в этом ошибку сразу. Нет, одну секунду. Это очень важный момент, потому что вы только что сказали, что там была демилитаризованная земля. Повторюсь. Я, человек невоенный, себя спрашиваю. Интересное дело, эти люди обстреливали из САУшек Нули, да, они там угрохали бронетранспортера, они там угрохали вроде бы сотовую вышку, по другим свидетельствам она жива. Значит, после этого... Скажите, из каких САУ они обстреливали в этот момент? Давайте уточним. Насколько я понимаю, акаций. Дело в том, что у осетин акаций не было. Слушайте, я не знаю... Понимаете, вот мы с вами пытаемся пользоваться, вы знаете, у нас не совсем... Нет, одну секунду, вот это просто нечестно, то, что вы делаете сейчас. Еще раз повторяю, существуют многочисленные свидетельства, достоверные, о том, что Нули 6-го было обстреляно очень серьезно. У меня вопрос. Если эти люди опасались грузинского вторжения, то вместо того, чтобы отстреливать их из самоходок, они должны... которых они не имеют права иметь, они должны сидеть с теми же самыми фаготами или с теми же самыми тисами в селе Хитогорово и ждать грузинские танки, и подбивать их за миду душу. Вот я в этом случае еще раз пытаюсь вам... Как извините, чеченцы грозны. Хорошо, я пытаюсь вам объяснить одну вещь, что, во-первых, не всегда свидетельства журналиста, который тем более не был при обстреле сам, а говорит о том, что вот ему сказали, они не всегда являются правильными. В данном случае я ссылаюсь на свидетельство грузинского журналиста, который ночь провел в нуле. Я могу совершенно спокойно допустить, что обстрел велся со стороны Джавы, да, потому что в этот момент, еще раз хочу сказать, Хитогорово, если вы отмотаете немножечко сообщения те же самые, обстреливалось перед этим в течение полутора месяцев. И фактически... Я перебью... Секундочку, у меня все время перебивается. Вы же тогда давайте по очереди и четко выдерживайте. Хитогорово в этот момент являлось ключевым селом. И обстреливалось, условно говоря, с грузинской стороны в течение полутора месяцев. Потому что дорога известная, которой говорится, дзарская, она идет как раз не между нулей Хитогорово, как вы говорите и как вы написали, она идет с другой стороны Хитогорово. И Хитогорово фактически прикрывает эту дорогу и господствует над ней. И обстрелы с двух сторон велись последние полутора месяца. Более того, это постоянно фиксировалось тем же самым командованием. Там под Хитогорово стоял миротворческий пост. Я могу совершенно точно сказать, что если тяжелые обстрелы, то есть если снаряды и псыпались, то они могли сыпаться только со стороны Джавы. Я еще раз вам хочу пытаться объяснить одну вещь. Последние 2-3 месяца, когда шло напряжение, я совершенно спокойно допускаю, что в этот момент начали втаскиваться какое-то вооружение и в этот демилитаризованный зон. Но в течение почти 6 лет, которые были, три батальона, то есть осетинский, грузинский и российский, которые располагались в этой зоне, следя друг за другом, категорически не допускали никакого, условно говоря, военного вмешательства, чей бы то ни было со стороны в этом районе. И первым, кто это дело нарушил, это был 2004 год, точнее 2003 год, конец 2003-го. Это был Саакашвили, который ввел дополнительные воинские контингенты в грузинский анклав Тамарашини. Более того, последние полтора года даже российских миротворцев в этот анклав вообще не допускали. Вы можете прочитать десятки рапортов Кулахметова, которые пишут черным по белому, что там идет накопление техники, накопление вооружения, накопление войск, которые нарушают полностью вообще все договоренности. Потому что ни одна из сторон не имела права заводить тяжелое вооружение. И я совершенно спокойно допускаю, что последние полтора-два-три месяца перед войной и осетины начали пытаться накапливать оружие. Но я вам гарантирую, что ни один осетинский отряд не смог бы войти в Цхенвале до начала войны, тем более с тяжелым вооружением как техника. Потому что грузинская разведка, как вы отлично знаете, работала прекрасно. И если бы туда попытались ввести хотя бы пушки, хотя бы артиллерию, даже просто ствольную, которую можно там во дворе поставить, это было бы вскрыто и предъявлено русской стороне, потому что мы были старшими там. Предъявлено русской стороне как нарушение договоров, которое развязывало грузи руки. Так вот, понимаете, в том-то и дело. Действительно, мы были старшими там. Мы, понимаете, вот это все хорошо, что вы говорите, но даже осетинские источники победно говорят. Даже того же самого 7-го числа, празднуя, в статье в Осетии в СМС-ках сказано там, мы празднуем взятие НУБы. Вы знаете, СМС-ки нельзя говорить документы. Я в этот момент... Нет, одну секунду. Через три часа нам говорят, что грузины напали на безоружное Ахитогорово. И я пытаюсь понять, вот если бы нам три часа назад сказали, что вот есть русский город Благовещенск, госпожа Алтынина, я могу в этом случае вам спокойно сказать... Да, его обстреливают... Мы празднуем обстрел китайского города Хехе. Госпожа Алтынина, я понял. А потом китайцы напали на мирное Благовещение. И тем не менее, могу вам сказать, госпожа Алтынина, что совершенно точно, поскольку мы все-таки останемся в нашей записи, и мы до еще долго смотреть, могу совершенно точно сказать, что село Нули никогда не находилось в осетинских руках до момента окончания войны. Это совершенно очевидно. Да, но село Нули было обстрелено.